Нет ничего удивительного в желании женщин ухватить себе крупный улов. Да, речь идет об охоте, но не на дичь, а на богатых женихов. На тему, как выйти замуж за миллионера, написана не одна книга. И жены успешных олигархов иногда не прочь поделиться опытом. Кто-то ищет состоятельного мужа целенаправленно. А кому-то из казахстанских звезд просто повезло. Ведь согласитесь, брак по любви куда лучше. Что лукавить? Удачно выйти замуж хотят все. А если ваш будущий супруг не только без памяти влюблен, но и безмерно богат, то жизнь превращается в настоящую сказку. Нынче девушки не боятся выставлять свои прелести на показ в надежде привлечь внимание мужчин. У кого-то это получается, но, к сожалению, ожидания не всегда соответствуют действительности. Многие красавицы в шоу-бизнесе ежедневно сталкиваются с непристойными предложениями в их адрес. Вы знаете, вот меня сия учить как-то миновала, видимо. Я не помню, чтобы ко мне кто-то там приставал, помимо моей воли. Я не помню, чтобы какие-то там были непристойные предложения. Ну вот в открытом виде. Я не помню такого. Видимо, я так вела себя пристойно, что никогда ко мне таким непристойным предложением не приставали. А может зря. Надо было. В мировом шоу-бизнесе бытует мнение, что главное не талант, а внешность. Благо, отечественные гейлс-бенды не просто красивы, но и обладают хорошим голосом. Девушки настолько сексуальны, что казахстанским мужчинам остается наблюдать за ними лишь по телевизору и кусать локти. Потому что они, в принципе, на это и заточены. Они как бы изначально, видимо, они не просто хотят петь, а показать себя, какие они красивые. То есть мужчинам, естественно, это нравится. Мы живем, в принципе, в мужском мире, поэтому есть такая пословица, не очень приятная. Курица не заходит, петух, сами знаете, да. Многие так и делают, и находят, понимаете. И вот в этом есть и парадокс. Что нужно мужчинам? Благочестив, благочестив, как вот, активность, да, женская. Или наоборот, они все-таки, они падки на вот эти вот откровенные, так скажем, откровенные вот эти вот подачи, да, женские. Это загадка вообще. Вспомним бывшую солистку группы Рахат Лукум. Ленара Абибулаева вышла замуж за известного казахстанского бизнесмена Раимбека Баталова. В одном из интервью девушка призналась, что будущий супруг влюбился в Ленару, увидев ее на выступлении. Сейчас пара воспитывает четырех детей и счастлива в браке. Анастасия Клещенко из группы «ФМ» привлекла внимание красавца-шоумена Алана Черкасова. Но их отношения закончились в конце 2017 года. А Вера Брежнева и Альбина Жанабаева из золотого состава «Виагры» добились внимания одних из богатейших российских продюсеров – Константина и Валерия Меладзе. Я знаю много, даже далеко не ходить из наших знакомых, даже тех групп, которые очень благополучно, многие вышли замуж. Но это были первые те, кто первые, первые группы девичьи, так скажем. Хорошо даже некоторые вышли замуж. И слава богу, сейчас у них абсолютно другая жизнь. Они прям-таки стали матерями семейства. А вот то, что уже потом происходило и сейчас происходит, я за них не ручаюсь, я их не знаю. Учить уму-разуму мы никого не будем. Лишь хотим призвать к тому, чтобы девушки не забывали о чести и достоинстве в погоне за желанным мужчиной. Сагдяна Мухаммедкали, Бекбалат Алимкулов, Хедлайнер.